Здравствуйте, Василий. У меня больше, наверное, технический вопрос. Происходит момент, да, вот эти грусти, все эти состояния, они наблюдаются, паттерны выскакивают, особенно из психотрам прошлого, да, там детства. Но все эти мысли, они осознаются и запускают некий эмоциональный реактив. И вот здесь вот технический вопрос заключается в том, это, как правило, начинается тогда, когда есть такое тотальное осознавание вот этой паузы между всей волновой активностью мозга. И когда ты больше погружаешься в эту паузу, оно расширяется, но потом ум, он как щупальца, прям обратно стягивает тебя, просто настолько стягивает, что он начинает выкидывать все. То есть осознаются даже импульсы, желания, мотивы, все, пространство в это попадает. Но если ты там долго находишься, потом ум обратно тебя резко затягивает обратно. То есть и там и боль, и страдания, либо же счастье, любовь, признательность. То есть постоянно внимание, оно разбалансировано и не сконцентрировано в одной точке сборки, так условно можно сказать. Вот какой бы инструмент здесь бы использовать? Вот оставаться в осознавании самого осознавания и внимания туда побольше направлять? Или что-то есть другое? Ну, самое лучшее, что сейчас с тобой происходит, это разбалансировка. У меня такой момент от разбалансировки происходит, что аж вокруг реальницы, она пульсировать начинает, и ощущение, как будто бы я могу в некий такой... Ну, раньше оно как-то контролировалось так немного, а сейчас вплоть до того, что я просто теряюсь в пространстве. Я сижу, и у меня вообще ничего, не то чтобы не понимаю. Я забываю вообще всё. Правильно. Такой момент бывает. Супер. Это всё круто? Конечно. Простите. Ну, мне один тоже из мастеров, он сказал, наслаждайся. Я говорю, как наслаждаться, когда он возвращает тебя, и там страдания насчитаются? Я уже индуктивно пытаюсь страдать, провоцирую эти страдания, играю в них, но всё равно периодически засыпаю. В них, и как бы, в момент ты не думаешь, что, блин, этот я опять возник, в который я поверил. Не-не-не, это ты просто любишь контролировать, да? И ты настолько любишь вот эти разбалансировку, не нравится. У тебя должна быть чёткость. Чёткость направления в какое-то направление, да? Например, только в любовь. Всё. Кроме любви не должно ничего быть. Нет. Супер. Ты идёшь в любовь, и тут же, опа, грусть. Супер вообще. Потому что вот эта жизнь, она непредсказуемая. Это как раз то, как твоя мебель сзади тебя, например, да? Кухня, она висит. Тебе кажется же, она висит на месте. И она такая же висит, как её повесили. Всё чётко. Но нет, то есть не то же самое происходит, что и с тобой. Когда ты увидел, когда это разбалансировка, ты увидел вот энергию, которая играет, которая непостоянная, она всё движется. Да? Да, правильно? Да. Ты должен это увидеть, что это всё не на месте. Что это не стоит. Это всё движется. А ты хочешь это удержать в одном целом, и чтобы не двигалось. Так, как тебя научили. Ты видишь шторы, что они не двигаются. Шторы двигаются. Ветра нету, шторы двигаются. Ничего не двигает шторами, а шторы двигаются. Это самое классное, то, что сейчас тебя разбалансировывает, потому что ты настолько, наверное, жил какими-то ограничениями, правильностью, направленностью. Только на пешеходном переходе. Рядом возле пешеходного перехода нельзя идти, да? Или там идёшь в метро, хочется плюнуть, ты не можешь. Хочется кого-то послать, не имеешь права. На всё ты имеешь права. На всё. На всё, что будет происходить. Каждый же момент будет тебе говорить, что плюнь. Тело иногда может собрать слюни какие-то непонятные, что-то надо выплюнуть. Иногда кого-то послать, это не только для тебя, а и для того человека, кого ты послал. Иногда хочется кого-то обнять. Допустим, ты едешь в автобусе, не знаю где, в метро, в магазин зашёл. Видишь человека, хочется обнять. Пойди его обними. Пусть офигеет просто, пусть у него глаза квадратные станут. Так и делают периодически. Причём это так искренне получается, что люди сами тянутся к этому. Ну вот эта разбалансировка и есть, потому что ты свободный, ты не можешь знать, в какое направление тебя кинет, когда ты идёшь. Спонтанно. Да. Вот вы сейчас очень хорошо мне посвятили, Василий, на самом деле, благодарю, потому что вот эта честность, правильность, особенно в сфере той деятельности, куда я сейчас ухожу, ну в социальной сфере, мы уже всё-таки живём в социуме. И там честность нужно в себе много подавлять. Я всегда привык действовать открыто и искренне, честно. А тут нужно подавлять и быть немного актёром. А я не хочу вживаться в эту роль. То есть, ну, ум – это великий актёр. Это его театр действий. А тебе не надо же вживаться, вживаться с актёрством. Ты играешь на работу, приходишь, ты играешь игру. Ты отдаёшься жизни и жизнь, ты будешь чувствовать, что такое жизнь, когда играет. Ты в это не вовлекаешься, ты это не удерживаешь. Когда ты вовлекаешься в то, что нельзя, допустим, ну, ты честный человек, да? И тебе кажется, что ты на работе обманываешь человека. Ну, нас обучают именно этим технологиям. Обманувши человека, ты не обманываешь его, как бы тебе сказать… Одного и того же человека ты не можешь обманывать постоянно. Поэтому обман человека – это не обман. Это лишь человек согласился на то, чтобы ты его обманул. Тот человек, который не согласится, чтобы ты его обманул, он, ты его не сможешь обмануть, таким бы ты способом не делал этого. Вот, например, меня тяжело каким-то способом обмануть. Оно жизнь не даёт, оно сразу проявляет жизнь, вот этот обман, оно сразу вылазит, трене прямо. Да? И оно невозможно. А есть люди, которых надо обмануть, чтобы они проснулись. И ты это не делаешь специально для какой-то своей выгоды. Это игра. И ты приходишь, играешь. Это как в кино сниматься. Ты приходишь в кино, снимаешься, кого-то убиваешь. Ты же его не убил, не убил. А вроде бы в кино, когда ты его стреляешь, ты его убиваешь. Точно так же здесь. Ты его обманул для чего? Для того, чтобы он проснулся и чтобы он понял, что его обманывают. Ты играешь в эту игру твой. В этом ничего страшного нет. Тебя Бог не будет наказывать, или карма тебя, или жизнь тебя будет наказывать. Нет. Жизнь, наоборот, будет тебе ещё больше давать игру такую, лёгкость в этой игре, когда ты будешь обманывать. Но ты будешь осознавать, что ты обманываешь. Люди обманывают иногда других людей. Они не осознают. Они не понимают, для чего они делают. Допустим, воры воруют для чего? Для денег. Он не понимает, что можно пойти заработать денег. Он не понимает, что он иногда делает больный человек. А ты, зная, что ты обманываешь его, ты знаешь, что ты его обманываешь. Вор, если он знает, что он идёт, ворует, и он будет знать, что тому будет больно, какому-то человеку, он не получит карму, потому что он знает, что он идёт на те действия, которые он делает. Поэтому некоторые воры, они кайфуют от жизни. У них никаких проблем нет в жизни. Потому что они, зная, идут на это, что они делают. А многие не осознают того, что они делают. Вот те, кто не осознают, что они делают, они как будто попадают в какую-то карму. У них беда на беде, беда на беде, беда на беде. Их преследует беда. Потому что они не осознают свои действия. А ты делаешь это из-за того, что ты пришёл на такую работу. Это как проститутка пришла сексом заниматься. Она занимается сексом, она получает не только деньги. Если она будет получать, проститутка, ещё и удовольствие, и жизнь будет тебе говорить, ты красавица, ты молодец, ты вообще богиня. Я тебя вообще ждала в жизни, скажете, я тебя ждала, что когда ты уже появишься, что будешь... Её, конечно, люди называют проституткой, но она кайфурует. Нет, она от жизни кайфурует, она кайф получает. Точно так же ты должен получать кайф от той работы, которую ты делаешь. Это, знаете, Василий, позволите добавить? Да, можно. Это приблизительно. Хорошо, Василий, приятнее. Карма заканчивается, наверное, тогда, когда сама эта реакция запустилась, ты её осознал, эту реакцию, она рассыпалась, и всё, ты уже как бы действуешь не из-за реакции, а из-за осознанности. То есть реакция осозналась, она рассыпалась, и ты уже действуешь. А люди, когда попадают, вот, наверное, в эту карму, это когда они эту реакцию не осознали, она их там подкинула, подпиталась, и они на основе этой реакции начали действовать. Что такое реакция? И вот эти действия... Ну, реакция, это, наверное, импульс. Это вот импульс, который внутри, типа, вот что-то произошло, внешнее, да, или внутреннее. О, я там нечестен с собой. То есть возникла болталка, возникла мысль, на мысль пошла какая-то энергия, а под энергии этот импульс, который запустил. Ну, это более-таки такой тоненький продукт ума, можно сказать. Нет, это знание, что есть карма. Ну, проще, я просто не могу, как ты там так сгручиваешь, я не люблю так вот издеваться. Это проще, это ты знаешь, что есть карма. И если ты делаешь действия, но ты знаешь, что тебя накажут, и ты всё равно идёшь в эти действия. Вот знание, что тебя накажут, и ты идёшь в это. А здесь ты знаешь, что тебя никто не накажет, тебя не за что наказывать. Потому что не ты придумал эту всю, эту игру. Жизнь придумала, она играет, и ты идёшь в эту игру. Особенно. Ты не боишься, что тебе за это что-то будет. И ты кайфуешь от этого. За любое действие, которое ты делаешь. Ирина, именно за сам процесс, не ради цели, а именно за сам процесс. Да, но если человек думает, что его накажут, думал, как включилось, он уже наказан, потому что он думает. Само слово думает. И всё, он уже всегда наказывается самим думанием. А что он ещё там будет дальше думать, это вообще капец. Поэтому ты делаешь действие не издумания, а из того, что ты делаешь. И ты получаешь кайф от делания. Не от думания, а от делания. Ты можешь огород копать, и деланием ты наслаждаешься. Ты можешь воровать, и ты деланием наслаждаешься. Потому что, можно сказать, что ум придумал ворот, да. Но этот ум и есть вор сам. Как и измена, она тоже не может быть изменой. Нет, мы никому ничего здесь не должны. Поэтому измена не будет. И измена не может быть абсолютно. Это когда... Измена появляется тогда, когда ты присвоил человека себе. Именно. Это у тебя есть знание, что он твой. Это опять думает, что она твоя. И ты думаешь, что она не имеет права тебя изменять. Это твоё думание разрушает только тебя, а не её. Её оно не затронет. Только тебя. Тот, кто будет думать о том, что ей нельзя делать. Тот будет страдать. А тот, кто изменяет, он не будет страдать. Потому что он кайфует в измене. Это не измена. Он просто кайфует от того, что он делает. Он не понимает, что это измена вообще. С чего будет ли он кайфуешь от секса? Здесь никто никому ничего не должен. Долг это и есть карма. Как и вещи тоже не наши. Да, вещи тоже, они же просто перемещаются из пространства в пространство. То есть, и как они могут быть наши. Я всё так присваиваю. Я понимаю вас на себе. Умом. Да, я слышу, что ты умом понимаешь. Ты просто говоришь. Да, да. У меня, я про это и говорю, когда я ухожу. Особенно если в практике. И всё, вот эта пауза, она расширяется и расширяется. И у меня всё, разбалансировка полная, тотальная. И раньше был опыт, когда пауза, она осознаваема была. То есть, сама пауза между мыслями, всей активностью, умомышлением была как бы осознаваема. А сейчас, я когда ухожу в эти практики, меня либо выбивает сильно, либо прихожу, когда обратно, немного начинаю там что-то делать, постепенно, постепенно, и умом просто схватываю. Схватываю настолько, что и вот все эти боли выскобили. Ну, как раз опять прошлое, страхи за будущее. Я, главное, уже даже умом понимаю, что это, блин, ну, не то. А на следующий день, то есть, мозг периодически пытается в гомеостаз войти. Если в предыдущий день я был просто постоянно, в 24 часа пространства осознавания, каждый импульс осознавался, желание осознавалось, мысль осознавалась, то на следующий день ум просто меня забирает. Ну, осознавание как бы блокирует. Ну, это думание блокирует тебя просто. Думание, да, Игорь. Ну, а думание откуда берется из того, что ты делаешь, правильные вещи или не правильные? Не всегда так. Просто мысли какие-то пытаются войти, они как бы осознаются рассыпать. Но если вдруг я потерял пытительность, все, мысль включилась, и там, да, и там именно начинается правильное или неправильное, и так далее. И потом только, ой, я вспомнил, опять началась болталка. Надо садиться в практику. Оставь в практике, оставь осознанные вот эти действия, которые ты делаешь, да, что ты осознаешь, что ты уж, ну, мысль пришла, и этому дай покоя. Вот смотри, есть чайник, вода, и тебе надо ее закипятить. Что ты делаешь для того, чтобы вода закипела? Пришел, нажал кнопку. Ты не медитируешь над водой, не смотришь на нее, не колотишь, ничего не делаешь. Включил чайник и пошел, правильно? Все происходит. Чайник ничего не делает тоже, не медитирует, ничего, практики не делает, ничего. И вода закипает. Точно так же себе дай покоя, не медитируй, не практикуй, потому что сама практика, это и есть, дума не... Ты же, что практиковал, ты должен думать над тем, что ты делаешь. А потом это еще и осознаешься. Не так, не так. Садишься в практику, мысль попадает в пространство и рассыпается. Мысль попадает в пространство и рассыпается, потом просто мысль осознается. Периодически можно мысль отодвинуть, можно приблизить, а если уже очень глубоко уйти, то можно осознать как ощущение, как мысль имеет форму. Ощущение. Как ты делаешь вот это? Приближаешь мысль и удаляешь мысль? Я когда, ну, прям сижу в осознавании, ну, как бы прям вот осознаю и комнату, и тело, все вот прям пространство. Что такое я осознаю комнату? Что еще раз? Что такое я осознаю комнату? Ну, это, так словами можно выразить, это условно, когда идет некое кинестетическое такое воздействие, кинестетика. Условно это когда я не в теле, а мы везде, как бы, ну, условно, как большое я, и вот маленькое я. Как ты это делаешь для того, чтобы ты был не в теле, а ушел в комнату? Сначала начинаю осознавать любую мысль, которую пытается, ну, захватить внимание. То есть я своим вниманием рассыпаю мысль. Приходят следующие. Автоматические мысли, они всегда приходят автоматически. Даже те мысли, которым вообще как бы не хотелось бы дух. Так они сами рассыпаются автоматически, и ты для этого ничего не можешь сделать. Да, 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 именно. Так кто делает это, кто приближает мысли ближе, дальше, ближе, дальше. А это уже такое, знаете, уже состояние такое очень глубокое, медитативное, когда даже само по себе осознавание, осознавание воображения становится очень таким живым и красочным. Кто тебя научил этой практике? Этой практике я, наверное, научился, когда первый раз я увидел, как мысль осозналась. Когда вот она просто проплыла моим вниманием, я наблюдал, как мысль прошла. Ты можешь проще относиться ко всему не так, как ты относился раньше? Да, 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 да. Вообще прям настолько тотальное доверие появилось вообще в любом процессе жизни. Благодарю вас. За что? За инструмент? Ну, это на самом деле за ясность. Я за ясность. Я инструменты не даю, потому что если я тебе дам инструмент, то ты захочешь это использовать. У меня нет инструмента, чтобы ты мог использовать. Не я за ничего использовать. А кто? Тот, кто хитрый. Ну, поэтому я говорю, за что спасибо? Мы же еще не закончили разговор. Я еще с этим хитром не разобрался. А вот здесь интересно. Здесь было... Здесь как? Ну, я хочу его вывести на, как говорят, на чистую воду. Но он увидел опасность и замолчал. Нет, не увидел. У него просто... Ну, да, верно. Все именно так и произошло. Да, молчание. Просто тотальное. Аж здесь после массажа у меня подламывает шея. И когда происходит что-то такое, пауза, у меня начинает здесь покручивать. Ну, видишь, это когда пауза, когда тишина, ты можешь находить такие места, которые тебя беспокоят. Только в паузе... Я говорю, плечо. Только в паузе это можно найти. Точно так же, как и в медитации. Ты садишься и хереваешь, что у тебя с телом происходит. Там такая ломка начинается. Если... Ну, медитация. А если не медитация, если ты просто сел, послушать свой ум, ну, и ты продолжаешь ум слушать, а эффекта ты не чувствуешь в хере, что с тобой происходит. Ты не чувствуешь тело. Ты пока еще тело не начал... Не научился чувствовать. Еще ломка никакая не происходила. Это как... Ну, не знаю. У меня не было такого. Так, после наркотиков есть ломка, да? И вот такая ломка начинается, когда ты сидишь, 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 сидишь. И ты думаешь, что на хера я вообще сел. Мне это не надо. Надо встать и идти, потому что это вообще невозможно. Тело начинает тяжело становиться. Боль начинается. Ну, столько всего там появляется в этого тела. Ну, когда ты смотришь телевизор, тик-ток листает, что-то еще, флисбук, что-то еще, ну, тебя вообще-то не чувствуешь, господи. Какая благодать. Ну, вообще, ты думаешь, о, господи, только так и жить хочется. Но, когда ты там садишься в тишину, а он говорит, что ты сидишь, как дурак, давай, что-то листай, или что-то делай, телефон включи, кино включи, что-то еще. Ну, не сиди, как дурак. Тишина нам не нужна. Нам нужны знания, нам нужны правильные какие-то эти самые практики, еще какая-то хрень. Вот это нам надо. А что ты там просто сидишь, как ничто. Ничто, просто-таки ничто, ничем вообще. Ну, что, зеркало висит и висит. Оно и так и умрет в зеркало. Ну, а ты же не зеркало, ты же что-то. Давай, двигайся, давай, познавай, что-то делай, действия, что ты, не знаю, что ли. Что, развивайся? И он у тебя начинает гонять, издеваться, иди на йогу, иди медитируй, иди становись на голову, на голове постой. Видишь, как у тебя шея болит, от чего у тебя шея болит, поищи, поедай на массаж, еще что-то поделай. Нету расслабленности у тебя, нету покоя. То, что, о чем ты говоришь, это лишь какие-то знания твои, которые ты используешь от себя в жизни, как будто бы ты что-то увидел, как будто бы ты мысль можешь удалить, приблизить, а даже нет. Если глубже копаться, если действительно уходить в это состояние, в это состояние, это знание, глубокую медитацию, вы как человек медитирующий, можете в любом случае войти в это состояние. Я просто уже перемедитировал свое время, и поэтому только практиками помогаю, как вы и сказали, понаблюдать вот это, то, что происходит в голове. Просто внимание. И когда глубоко уходишь, да, действительно, ощущениями мысли имеют форму. И вообще мы же живем в мире форм. И это тоже форма. И сама по себе мысль тоже имеет форму. И это, да, действительно, есть такие техники, просто оп, это только техники, но они мне не помогли. Я тебя перебью, но я не медитирую. У вас нахожусь. Я тебя перебью, но я не медитирую. У вас тоже перемедитируют? Нет, я не знаю, что такое медитация. Я не понимаю вообще, для чего эта хрень нужна. Ну, вот я чайки с тобой базариваю, и вот это медитация. Самая крутая медитация. Но то, что люди медитируют, я не знаю, что они там делают. Медитация – это жизнь без мыслей. Это медитация называется. А можно ли достичь медитации той, которую люди делают, какие-то практики? Я не знаю. Потому что это же будет очередной ум практиковать, чтобы не быть в медитации. Для чего он это делает? Чтобы не познать медитацию. Мудро, опять. Поэтому я не знаю. Я не знаю, что такое приблизить, удалить. Я стакан даже не могу приблизить, удалить. Вот я на него смотрю, он под вас стоит на одном месте. Могу на него смотреть. Там вода есть. Стакан. Стакан его, хер его знает. Вода ли это, вообще это уже не знаю. Но это опять же издевательство от этих людей, которые пиздят. Это не стакан, я не стакан, я не вода, я это, я то, я не тело, я... вот это все. дали название. Вот солнце есть солнце, да? А солнце есть? Многие могут говорить, да, есть, конечно, солнце. А кто такой, кто сказал, что есть солнце? Солнце знает, что оно солнце? Мы знаем о нем, что оно солнце, оно говорит, да, да, я солнце, солнце. Да, вы знаете ли бы мне точно, я солнце? Это мы знаем, что солнце это солнце, а солнце не знает, что оно солнце. Значит, кто мы? Дураки, что мы знаем, что эта херня какая-то светит нам в небе. Светит ли она вообще? Неизвестно. Что мы чувствуем от солнца? Тепло. Что мы видим от солнца? Свет. Солнце может являться светом, теплом? Что такое вообще вот это солнце? Можем ли мы распознать его без наших знаний? Можем сказать, ты выходишь на улицу, и оно греет, да? Это можем знать. А солнце? Открываем глаза, светло на улице. этот вроде тоже солнце что-то дает. Но дает ли это солнце точно? Может быть и нет. Может, какая-то, говорят, какая-то атмосфера есть. Солнце попадает на атмосферу, атмосфера рассеивает этот свет. Если мы улетим в космос, будет ли так светло в космосе, когда светит солнце? О, не будет. Наебали нас. Солнце значит не светит сюда. Какая-то наебалка произошла. Потому что в космосе такой хуйни нету, как здесь. Блядь. А тут мы, блядь, приближаем мысли, ближе, дальше. У вас не было этого опыта? Какого? Ощущение, как мысль имеет форму? Ощущать можно хуй в жопе, а другого нет. Я так просто люблю вот таким прямым. Я не ощущаю ни мысли, ни формы, никакие там, господи. Мысль есть, есть. Есть какая-то там вера в то, что это есть. Это называется форма, да? Я не знал, что это форма. Ну, допустим... Нет, не так, да. Я верил, что жена принадлежит мне. Это форма, да? Или это мысль, или как ее распознать? Что это за хуйта? Это просто знание. Мы к ним говорим, что это моя жена, сука. Она мне изменила. Я сказал, пидораска. Все, это мысль моя была, или форма, я ей послал. Или что я сделал? Обычные человеческие слова. Никакой формы я ей не посылал. Ну, чтобы она была купить форму какую-то, послать ей. В виде звездочки, в виде солнца. Какую форму надо было ей послать? Или в виде скелета какого-то, смерти, нафиги, смерть формы. У тебя кухня сзади, это форма или нет? Ты не можешь превратить в какую-то другую, ублизить, дальше? Если закрыть глаза... А, нет, ты не закрывай, ты чего? Ну, что ты будешь меня наебывать? Ты тут такую форму, мозг твой придумай, но, Господи, картинки, там такое кино происходит, Боже мой. Ты сейчас в этой хуйне типа реальность. Давай, ближе, дальше кухню. Давай. Давай, двигай. Что ты? Я не вижу, чтобы она двигалась сзади. А волосы можешь так вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Это же твое, то, что ты имеешь право на это вроде. И ты мне это право не имеешь. Мне такой слабы нету, ничего не двигается, пока ты, блядь, не поднимешь руку, не опустишь. Футболку снимаешь плотную, мысли формы, чистая футболка. Одеваешь ее опять. Фу, блядь, маня. Нос, значит, закрываешь и идешь уже мысли форму поменяться. Другие нюхают, конечно, говорят, что от тебя воняет? Ты говоришь, что, закройте, блядь, не будет вонять. Мысли формами, блядь, закройте нос просто. И все, оно не воняет. Это не я воняет. Это ваш нос плухает, дураки, блядь. Закройте нос. Ну так же, просто. Это простота тебя, блядь, больше поглотить, чем вот эти все медитации или какие-то практики или какая-то хренатень, йога на голове стоять, мордой собакой вниз, мордой собакой, хвостом вверх, блядь, или что-то там еще. Ну, это все, это просто гимнастика. Точно так же, как и карма. Какая карма? У кого карма? Господи, в карман обейте денег, и идите себе. Карма. Со слова карман, наверное, пришло, да? Вы насунули себе в карман мысли, и вы верите ли эти мысли, или форму, эти, да, формочки. хо-хо-хо-хо. Вы стоите, хо-хо-хо, боже мой, что я там наделал? Да ничего ты не наделал, ты живешь. Что ты можешь наделать? Полный штаны накапливать, написать, ну, вот это можно наделать. А что еще? Что ты мыслей, формой, вот этой, которую ты закрываешь глаза, и что ты можешь сделать? Ну, давай, ты закрой глаза и покакай. Можешь так? Ну, чтоб штаны чистые были, и сразу в туалет. отчуда не уходи, как и прямо в унитаз. И там же сливай этим мысленным формом. Оп, слив, все. Чего ты? Да нет, просто, очень смешно выражаете себя. Ну, это же жизнь выражает меня так. Очень классная игра. Ну, зато она такая, без мысли, формы, без этого, галактического какого-то персонажа, что там какая-то, блядь, мультики есть, что я глаза закрою, там приставлю, сидит, что-то. Не играет. Играет простоту. Понюкал футболку, пахнет. Пошел, постирал. Без мыслей формы. Стираешь просто руки, или в стиралку кидаешь, порошка насыпаешь, там еще моющее средство. Постирал, помыл. Это все. Воду, говно, канализацию. Потом мы эту воду, бухем, не переживаем. Мы же эту воду будем пить, и с говном, и с этим, стиркой, и с хлоркой. Все. Она потом вернется к нам, нам это будет карма, пиздец. И мы пизданем, буду эту с тобой, блядь. И будем думать, что мы туда не срали. Кто-то другой насрал, высший, кто живет оттуда, вода пришла к нам. Но они все равно насраены. Не переживай. Мы им насрим, тем, кто ниже, а те, кто выше, нам насрали. Так я всего приехал к себе, и у нас горы. Ну и человек кидает мусор. Я говорю, а что ты кидаешь, мусор в лечку, он говорит. А я же не буду это пить. Он ниже живет, пусть пьет там какую-то, а я же выше, выше меня уже нету никого, Я чистую водичку пью. Ну и умно, надо выше тебя поселиться где-то и срать тебя, воду мять. Ты тоже говно пью. ты тоже, ты тоже. Ты тоже. Ты тоже. Мирнули мы твоему чуть-чуть? У меня, ну, через сейчас секунду. Самое главное ты не услышал. Нет, я все слышал, просто буквально две секунды назад позвонил в телефон и сбил. Я слышал про то, как у вас в деревне кто-то сливает воду, как вы поднялись к нему. Он говорит, что я же выше живу, пусть там внизу люди пьют. Нет, потому что в конце сказал, что нагнули мы твой ум чуть-чуть или нет. Я думаю, мы частенько его нагибаем. Живи проще. Перестань вот этой хуйней заниматься, которой ты занимаешься, честно. Так я и живу просто? Наоборот? Ну, без этого ближе, дальше видишь мысли, формы эти. Это опыт только. Это же только опыт. Он ни о чем не говорит. Вы все правильно сказали в плане того, что действительно живи проще. Живи проще, отпусти все эти болталки, эти все практики и наслаждайся жизнью. И это действительно прям настоящий хороший некий маячок для ясности. Да, ты увидишь, как она будет сама жизнь, ты увидишь без практик, без нихуя. Сама жизнь начнет тебя разворачивать и показывать тебе. Ты будешь идти по городу, раз кто-то тебе что-то сказал, раз кто-то небанул по голове, раз кто-то под ножку поставил, раз кто-то толкнул тебя. И вот это с тобой будет происходить естественное прозрение. И ты увидишь, насколько ты какой-нибудь занимался, а сейчас происходит просто такое, о, нифига себе. Ничего не надо для этого делать, а жизнь мне все показывает. Вот эта жизнь не будет тебя вести. И ты увидишь, как она работает. Без практик, представляешь? Ни морда собакой вверх, ни измять, ни хвостом вниз вверх, ничего не наденешь. Просто идешь, живешь и все. Ну, просто у меня так случается с людьми, без никаких ничего вам не надо вот этой хренью заниматься. Кухня на месте, мыслеформы на месте, и они исчезнут тоже, и мысли, и формы исчезнут, все исчезнет. Просто живи. Перестань идти со знаний. Убери свои все знания, которыми ты пользуешься сейчас. Как знания, это тоже осознаешься, это же любая мысль знания, это информация. Когда она информация осознается, она рассыпается. У вас же нет мыслей? Вась, у тебя есть мысль? Нет. Нет мыслей. Но ты поверишь в основании. Это звучит как из ума, но мы же используем ум для коммуникации, в любом случае. Но он используется сейчас именно ум. Как инструмент, как инструмент используется. Пусть будет, пусть будет так, как я сейчас. Потом ты увидишь другую жизнь. Я очень благодарен вас, на самом деле. Очень много подсветочек хороших было. Я прям точно, он точно взял что-то себе то, что себе запрещал, например, опять же. Да, есть все-таки какие-то внутренние глубокие механизмы, которые еще периодически выкидывают состояние спящего человека. Распознай то, что в моменте происходит. Например, ты трогаешь воду, да, и ты ее ощущаешь, да, какая она теплая, холодная, комнатная температура, горячая, да. Это в моменте только можно распознать. И вот так же в моменте ты проживай, как распознается вода рукой. Все проживай. Не важно, что будет происходить вокруг тебя. А это проживай, как в моменте. Вот жизнь, она, блин, столько нам дарит всякой херни вообще. То есть или дарит, или наклоняет, или не наклоняет. Вот ты всукуешь палец в воду, да, и у тебя есть ощущение. Ты можешь, как сказать, что вода какая, но ощущения, да. Они только в моменте могут быть. Мысли и формы ты не можешь узнать состояние воды. Поэтому само ощущение ты не можешь остановить и нагреть воду, например, сейчас. Мысли и формы остановить, что вода... Давай вода горячая, давай. Нет, она такая же, как и была. Она не может стать горячей. Это называется истина, правда, то, что сейчас происходит. Только эти чувства, ты другие чувства не можешь почувствовать. Ты не можешь изменить ощущения свои и придумать себе, что вода кипяток. Палец ожогся. Говорят люди, что да, это может произойти, типа, внушить человеку, что кипяток, ожог происходит. Это неосознанные люди могут это сделать, да. Могут себе придумать, что кипяток. Осознанный человек будет чувствовать настоящий момент. Если его убрать из настоящего момента, ему можно внушить, что это кипяток. Но тогда он не в настоящем моменте. Тогда он в иллюзии. В такой, как ты говоришь, мысли-форме, которую можно двигать. Но это не иллюзия. Это на тот момент, который есть сейчас, это то, что… Да, понятно, что это иллюзия. Да, это временное существование. Но на сейчас оно такое. Ощущение разве не иллюзия? Ну, ощущение есть. Они иллюзионные или нет? Это лишь знание, что это иллюзия. Но ты ощущаешь. Значит, это… Или это ощущаешь? Или ощущение происходит сами по себе? Ну, неважно, кто это ощущает и что это происходит само по себе или нет. Мы сейчас говорим о ощущении, о моменте. Это момент проявления Я. Ну, там тебя нет. А? Там же тебя нет. Ну, есть как объект, наверное. Кого нет у тебя? Да. Того, кто это ощущает. Потому что же все становится единым в этот момент паузы о том, о чем я говорил в самом начале вас. Когда все становится единым. В этот момент он единый. Ты же не можешь находиться в паузе. Вообще так, как бы, вот когда ты там осознаешь вот это, вот прям между мыслями вас. Я предполагаю, могу только предполагать умом, что у тебя, скорее всего, эта пауза, она уже постоянно. То есть у тебя включенное сознание, а на это сознание ты одеваешь маску личности, из которой говоришь. Понимаешь вот, что такое пауза? Тогда все едино. Оно и так едино. Оно и так едино. Оно и так едино. И тело, и все. Ну вот, я момент. Ты сказал, чтобы один момент в эту же секунду. Это включенность. Ну, это, как ты говоришь, осознание того, что происходит. Чтобы ты осознаешь мысль формы. Но ты ее не можешь осознавать. Чтобы ее осознать, ее надо придумать как иллюзию. И там точно иллюзия. В этой иллюзии ты добавил еще одну иллюзию, чтобы увидеть мысль формы. Сама мысль форма, она появляется тоже так же в моменте, как и чувство, которое ты чувствуешь в воду. Мысль только там может появиться в моменте проявления. Ты? Да кто чувствует? Кто чувствует? В этом моменте есть кто-то, кто может чувствовать, если этот момент он единый? Есть, видишь? Просто появляется многомерность. Это очередная иллюзия ума. Да, возможно это как иллюзия ума. Я не знаю, что это. Я не могу отдать этому оценку. Это как под наркотиком или под грибами какие-то люди видят 3D или 4D или 5D. Да, условно. Действительно те, кто употребляет психоделические наркотики, когда они рассказывают, у них, кстати, происходит некое суррогатное пробуждение. Ну так это же есть иллюзия, о чем ты говоришь. Словно, да? Только они увидели это под психоделиками, а ты это создал, иллюзию эту создал в своем уме просто. Там создал эффект таблетки, а здесь ты создаешь искусственно, сам создаешь, создаешь, создаешь и три раза и увидел. Ренессанс пробуждения, в России сейчас действительно ренессанс пробуждения, когда люди все больше и больше начинают выходить из этой матричной системы ума, так скажем. Никуда они не выходят, они только выходя попадают в матрицу, только другую. Никто никуда не выйдет, и что? Какие никуда они уходят? С одной матрицы в другую матрицу. Ум у меня плытует, и кричит я, задай вопросы, задай вопросы. Задавай, задавай вопросы. Вась, а когда ты говоришь об этих людях, откуда ты это говоришь? Ну я любую, что ли, я тебя не знаю. У тебя говорение есть, а говорящего нет? Я не знаю, о чем ты сейчас есть говорящий, а говорящего нет, кто-то говорит, я не знаю. Хорошо, класс. Вот есть чайник, есть чашка, льется чай. Это, как его можно назвать, который льет, льющий, или тот, который принимающий, кто я из них, блядь? Тот, кто выпьет чай, будет что-то ощущать. Не сходит за стоюми, блядь, на самом деле. Ты говоришь, палец засовываешь, ощущаешь, я ей говорю, а кто ты это ощущаешь? Вот я и говорю о том, что тот, кто выпьет, тот будет ощущать, что он выпил чай. О, видишь, меня уже вода вообще не ебет, я уже чай, а ты еще с водой. Будь здесь, не оставайся где-то, иди с моментом, иди с моментом. Момент быстро уходит, он не остается, он не делает паузу, как ты говоришь, есть какая-то пауза. Нет, это никакая пауза, момент несется как дурной. Там нет остановки, если бы была остановка, мы бы замерли, блядь, и сидели, блядь. Тело, например, бы замерло, а глаза хотят бежать, а ты не можешь. Глаза такие не умные, а побежали. Ну побежали, не умные. Ну что ты сидишь, как дурак, побежали. А ты сидишь и не можешь двинуть. Так твой ум, он бежит, а ты не можешь, ты не успеваешь. Или он остановился, а все побежало. Он такой, ё, догонять надо. Что за фигня? Поэтому с тем, что ты говоришь, что там происходит, что-то пробуждается, что-то там происходит, они с одной иллюзией и с другой иллюзией. Это очередная иллюзия, обман ума. Ум выпустит людей с иллюзией этой, ну что, дурак, что ли? Так он сдохнет сразу. А нахера не может дыхать. Он такой это играет и ждет, когда вы будете думать, что вы попали с иллюзией в осознание какое-то, или осознавание, или управление этими мысли-формами какими. Это очередная иллюзия. Попробуй эту мысли-форму, когда ты будешь ее там создавать, двигать или цветнуть эту фигню. Попробуй там что-то подвигай. Не мыслями, а руками приди, возьми рукой что-то, хуйню какую-то. И сюда ее принеси, потом мне покажи, скажи, Вася, смотри, оттуда принес, сюда вот, смотри. Вася, ты должен был предложить тебе, если ты принесешь, давайте потентуем и заберем миллион долларов. Давай, давай. Давай, будем оттуда приносить, будем потентовать и их не продавать здесь. Да, Вася, ты создавшаяся мысль. Это будет очередное ушко ума. Ладно, хорошо, сейчас я уже согласен с тобой закончить. Спасибо, Вася. Приятно. Спасибо.